Производительность Производительность – важный момент при разработке проекта. Не всегда проект сдается разработчикам с полным контентом. Поэтому нередки ситуации, что через несколько месяцев наполненный реальным объемом контента сайт, при посещаемости вышедший на плановый уровень, начинает тормозить. Или ситуации, когда приходит клиент с уже готовым проектом и с задачей ускорить сайт так, чтобы не тормозил. Скорость генерации страниц на сервере зависит от трех составляющих – хостинга, настройки платформы и разработанной логики. В уроке мы рассмотрим, как подходить к решению задач по оптимизации сайта на один из битриксов, как понять, где именно узкое место и что необходимо улучшить. Нужен ли более мощный сервер или требуется его настройка? Нужно ли произвести настройки платформы или оптимизацию кода? Какие есть инструменты для поиска проблем? И какие типовые ошибки совершают разработчики? Стандартный алгоритм поиска и анализа проблем содержит следующие шаги. Первый. Оцениваем среду, все ли в порядке с настройкой сервера и с параметрами 1 из битрикс. Второй. Оцениваем работу шаблона, разместив его на пустой странице. Третий. Ищем и анализируем медленные страницы сайта. Определяем конкретные медленные места. Компоненты, код, SQL. И исправляем недостатки. Детальнее расскажем о инструментах, встроенных в платформу 1 из битрикс. И покажем, как их применять на практике. Для анализа работы будем использовать панель производительности. Монитор производительности поможет проанализировать скорость работы проекта. Модуль позволяет Оценить конфигурацию проекта, сравнить ее с эталонной системой. Проанализировать общую производительность проекта. И выявить проблемные участки. Удобный инструментарий модуля быстро обнаружит, в чем проблема. В хостинге, конфигурации или некачественной разработке. В публичной части, режим отладки, позволяет детально проанализировать данные о генерации текущей страницы. И позволит выявить наиболее ресурсозатратные области на странице. Переходим к инструменту, монитор производительности. Инструмент позволяет оценить конфигурацию в целом. Настройки сервера, настройки платформы и реализацию логики проекта. Для этого представлены различные вкладки. Сейчас нас интересует первая вкладка, конфигурация. На ней представлены данные эталона, с которыми будем сравнивать нашу конфигурацию. Оценку лучше произведить в системе без нагрузки. Запустим тестирование и посмотрим результат. Оценка конфигурации – это общий итог, который показывает, сколько раз в секунду успевает выполниться тестовая страница. Далее показатели по подсистемам. Можно оценить наиболее узкое место. В случае наличия сложностей, монитор покажет ошибки и рекомендации по их устранению. Дальнейшую оптимизацию имеет смысл выполнять только после исправления ошибок этого теста. Важным моментом для обеспечения высокой производительности является двухуровневая конфигурация сервера. Без нее проект будет обладать низкой производительностью. Фронт-энд сервер, обычно Nginx, должен отдавать статику, например, картинки. В остальных случаях информацию должен отдавать бэкэнд сервер, например, Apache, FPM или другие. Более подробно рассказано в курсе администратора по указанной ссылке. Давайте создадим пустой шаблон и пустую страницу с Hello World. Попробуем, как она открывается. Если все рекомендации выполнены, то время генерации страницы должно быть в пределах запланированной нормы, и даже значительно меньше. Убедимся в этом. Время генерации такой страницы составило 0,2 секунды. Итак, мы проверили и исправили все ошибки окружения. Теперь мы можем переходить к следующим этапам. Анализу настроек платформы Bittrex и разработанной логики. Вторая закладка монитора производительности укажет на ошибки конфигурации платформы, а также расскажет о настройках платформы для оптимальной работы. Типовые ошибки? Отключение кэширования при разработке, или забыли включить, или реализовали неверно, так что с кэшированием не работает. Кэширование должно быть включено. Важно! Кэширование – это не панацея. С отключенным кэшированием сайт без нагрузки должен работать быстро. Время генерации страницы должно быть в желаемых показателях. Кэширование должно быть включено, чтобы обеспечить быструю работу проекта при высоких нагрузках на том же железе. Также есть возможность ускорить работу за счет отключения некоторых ресурсоемких операций, например, отключить морфологию в поиске, если она не используется в проекте. Мы убедились в правильной конфигурации хостинга и платформы, подтвердив это в быстрой генерации пустой страницы. Если на этом этапе есть какие-то проблемы, то необходимо исправить их, прежде чем переходить к следующему этапу. Переходим к самому обширному этапу – тестированию разработки. Нам необходимо проанализировать, какое время генерации страниц у нас на сервере, найти неустраивающие значения, разобраться с причинами и устранить проблемы. Для этого нам необходимо провести тест. При этом должна быть нагрузка на сайте, похожая на реальные пути по сайту, при которой он тормозит. Собрать такую статистику нам также позволит монитор производительности. Это третья закладка. Статистику можно собирать и на боевом проекте, но нужно учесть, что монитор будет создавать дополнительную нагрузку. Посмотрим на результат тестирования и на данные, которые дает монитор. Монитор показывает 20 последних самых нагружающих страниц, указывает на явные ошибки разработки, и рассчитывает нагрузку конкретной страницы, опираясь на количество хитов этой страницы и на время средней ее загрузки. В нашем случае монитор показал две явные ошибки. Первая – это слишком большой размер кэша одного из компонентов. Вторая ошибка – это некэшированный компонент. О наиболее частых причинах возникновения этих ошибок и о способах их решения будет рассказано далее. Субтитры создавал DimaTorzok